Наречие 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 Как правило Характеризует глагол Прилагательное Или другое наречие Прилагательное в свою очередь Может характеризовать существительное Давайте рассмотрим пример того Когда наречие относится к глаголу I always brush my teeth in the morning Я всегда чищу зубы утром В данном случае Наречие always Относится к глаголу brush Always переводится, как всегда, brush – чистить. I always brush my teeth in the morning. Я всегда чищу зубы утром. Давайте рассмотрим следующий пример, когда наречие относится к прилагательному. He is a very good student. В данном случае наречие very относится к прилагательному good. Very – очень, good – хороший. He is a very good student. Он очень хороший студент. Давайте рассмотрим последний пример, когда наречие относится к другому наречию. This work is done quite well. Эта работа сделана достаточно хорошо. Quite well – достаточно хорошо. Выделяют несколько групп наречий. Рассмотрим первую группу наречий, которая называется «Наречие места». Итак, here – здесь, there – там, where – где-куда, far – далеко, above – выше, наверху, below – внизу, outside – снаружи, inside – внутри, some anywhere – где-нибудь, nowhere – нигде, никуда. И everywhere – везде. Везде. Давайте остановимся подробнее на таких наречиях, как somewhere, anywhere, in the way. И поговорим о случаях, когда они употребляются. Итак, наречие «Наречие somewhere», которое переводится «где-нибудь», обычно употребляется в утвердительных предложениях. He went somewhere yesterday – он шёл куда-то вчера. Наречие anywhere, как правило, употребляется в отрицаниях или вопросах. He didn't go anywhere yesterday – он никуда не ходил вчера. Did he go anywhere yesterday – он куда-нибудь ходил вчера? Наречие nowhere является своеобразным эквивалентом наречия anywhere в отрицаниях. Рассмотрим следующие примеры. He didn't go anywhere yesterday – he went nowhere yesterday. Оба примера переводятся как «он никуда не ходил вчера». В случае употребления наречия anywhere – глагол трансформируется в отрицание и используется вспомогательный глагол didn't. В случае употребления наречия nowhere – как мы видим, у глагола нет никаких трансформаций. Следующая группа наречий – это наречия времени. Today – сегодня. Tomorrow – завтра. Yesterday – вчера. Soon – скоро. When – когда. Since – с тех пор, как. Before – до. After – после. Now – сейчас. Late – поздно. Lately – недавно. Still – все еще. Then – затем. Once – однажды. Already – уже. Just – только что. Yet – еще или уже. А сейчас давайте поговорим о порядке слов. Дело в том, что некоторые наречия могут употребляться только в начале или только в конце или и в начале и в конце. Следующие три наречия могут употребляться и в начале и в конце предложения. Today – сегодня. Today – сегодня. Tomorrow – завтра. Yesterday – вчера. Давайте рассмотрим следующие примеры. Today – I've seen my friend. Сегодня я видел моего друга. С наречием «времени сегодня» мы можем использовать и такой порядок слов. I've seen my friend today. Следующий пример. Tomorrow – I will see my friend. Завтра я увижу своего друга. С этим наречием мы тоже можем употреблять такой же порядок слов. I will see my friend tomorrow. И, наконец, Yesterday – I saw my friend. С этим наречием «времени» мы тоже можем употреблять следующий порядок слов. I saw my friend yesterday. Такие наречия, как «before» – раньше и «lately» – в последнее время ставятся обычно в конце предложения. Давайте рассмотрим следующие примеры. I have seen this film before. Я видел этот фильм раньше. I have not been there lately. В последнее время я не был там. Наречие yet обычно ставятся в конце предложения. Будь то вопрос, в котором наречие yet переводится как «уже», или отрицательное предложение, в котором наречие yet переводится как «еще». Рассмотрим следующие примеры. I haven't done my homework yet. Have you done your homework yet? Я не сделал моё домашнее задание ещё. Ты уже сделал своё домашнее задание? Как мы видим, наречие yet ставится в конце предложения. Следующая группа наречий называется «Наречие образа действия». И эта группа наречий отвечает на вопрос «how». Давайте перечислим эти наречия. Badly – плохо, очень, сильно. Quickly – быстро. Hard – упорно, настойчиво. Fast – быстро. Quietly – спокойно. Kindly – доброжелательно, любезно. Slowly – медленно. Easily – легко. Well – хорошо. В случае с глаголами образа действия могут возникать сложности с порядком слов. Если глагол переходный, то наречия образа действия обычно ставятся до глагола или же после дополнения, прямого дополнения. Наречия никогда не ставятся между глаголом и дополнением. Давайте рассмотрим варианты, которые возможны в данном случае. The driver quickly stopped the car. Водитель быстро остановил машину. The driver stopped the car quickly. Водитель остановил машину быстро. Следующая группа наречий называется наречиями «Меры и степени». Little – мало, much – много. So – так. Almost – почти. To – в значении слишком. Hardly – в значении едва. Scarcely – едва. Enough – достаточно. Nearly – почти около. Very – очень. Quiet – довольно, вполне. Rather – довольно. Нужно отметить, что большинство наречий «Меры и степени» стоят перед определяемым словом. Давайте приведем пример употребления наречий «Меры и степени». She is very clever. Она очень умная. She drives too quickly. Она вводит машину слишком быстро. I hardly know him. Я едва ли знаю его. То есть, я его почти не знаю. The tea was rather hot. I didn't like it. Чай был слишком горячий, и мне это не нравилось. Your work is quite alright. Ваша работа достаточно хорошая. Разница в употреблении между наречиями rather и quite такова. Наречия rather мы обычно употребляем с негативным оттенком, и наречия quiet – с положительным оттенком. Только наречия enough, которые переводятся «достаточно», обычно ставятся после определяемого слова. Рассмотрим следующий пример. The winter was cold enough. Зима была достаточно холодная. Как мы видим, наречия enough стоит после определяемого слова. Cold. The winter was cold enough. Однако, если наречия enough определяет существительное, оно может ставиться до него и после него. Рассмотрим следующий пример. The winter was cold enough. Don't hurry. We have enough time. Не торопись, у нас достаточно времени. Мы также можем сказать Don't hurry, we have time enough. Не торопись, у нас достаточно времени. Следующая группа наречий называется вопросительные. То есть, это такие наречия, с помощью которых мы задаем вопрос. When – когда? Where – где? Why – почему? How – как? Следующий вид наречий называется соединительные. Этот вид наречий используется для соединения независимых предложений, а также для соединения частей сложного предложения. So – поэтому, then – затем, besides – кроме того, however – тем не менее, therefore – поэтому, still – все же. Рассмотрим пример использования соединительных наречий. It was late, so I went to bed. Было поздно, поэтому я пошел домой. А сейчас давайте поговорим о образовании наречий. Большинство производных наречий образуются при помощи основы прилагательного, реже существительного или другого наречия, к которому прибавляется суффикс –ly, который читается как –ly. Давайте рассмотрим примеры образования наречий от прилагательного и от существительного. Итак, наречия образованы от прилагательного. Quick – quickly. Быстрый – быстро. Happy – happily. Счастливый – счастливо. Slow – slowly. Медленный – медленно. Cheap – cheaply. Дешевый – дешево. И от существительного. Hour – hourly. Час – ежечасно. Day – daily. День – ежедневно. Year – yearly. Год – ежегодно. Нужно отметить, что некоторые слова, образованные суффиксальным способом, являются и наречиями, и прилагательными. Например, early morning, an early morning, early in the morning. В первом случае слово, образованное суффиксальным способом с прибавлением суффикса –ly, является прилагательным. Во втором случае слово early в контексте early in the morning является наречием – рано утром. Следующий пример. A friendly smile – дружелюбная улыбка. В данном случае слово friendly является прилагательным. He spoke friendly. Он разговаривал дружелюбно. В данном случае слово friendly будет являться наречием. Существуют также и другие суффиксы, с помощью которых образуются наречия. Waze – sideways, wise, otherwise, would – forward. Sideways – сбоку, otherwise – иначе, forward – вперед. При образовании наречий от прилагательного, при помощи добавления суффикса –ly, соблюдаются следующие правила. Если прилагательное оканчивается на –y, то при прибавлении суффикса –ly, она меняется на –i. Если прилагательное оканчивается на –y, при добавлении суффикса –ly, финальное –y меняется на –y. Рассмотрим следующий пример. Simple – simply. Особое внимание надо обратить на те наречия, которые имеют две формы. Первая из которых совпадает с формой прилагательного. Вторая форма образованная при помощи суффикса –ly. Причем две формы наречий обычно имеют разные значения. Например, bad – плохо, badly – плохо, очень сильно, close – близко, closely – тщательно, hard – упорно, hardly – едва ли, high – высоко, highly – весьма, large – широко, largely – в значительной степени, late – поздний, lately – в последнее время, near – близко, nearly – почти, short – резко, shortly – вскоре, незадолго. Наречия, совпадающие по форме с прилагательными, встречаются довольно часто. Well – хороший, хорошо, fast – быстрый, быстро, long – длинный, долго – давно, little – маленький, мало, much – много – очень, daily – ежедневный, ежедневно. Продолжение следует...